Продолжаем рассказ о главных событиях сегодняшнего дня. Американская экономика уходит в тень, пишет газета «Атлантик». Пятая часть рынка превращается в невидимый бизнес. В США стремительно сокращается число так называемых публичных компаний, которые публикуют отчетности, раскрывают ее данные о своих финансах. Вместо них инвесторы предпочитают вкладывать деньги в частные компании, которые освобождены от необходимости раскрывать механизмы своего бизнеса. Они не представляют свои акции на биржах, а просто берут деньги, откуда хотят и сколько хотят, работая как фонды прямых инвестиций. Это десятки триллионов долларов, которые никто не видит опасностью в том, что при таком формате трудно оценивать ситуацию на рынке и прогнозировать дальнейшее развитие событий. На связи со студией финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а означает ли это, что эти компании точно так же налоги не платят или платят не в полном объеме? Да нет, они там все платят. Хотя у них в Америке есть огромное количество внутренних офшоров. Ну, тот же штат Невада и индейские резервации и вообще офшорные истории придумления у нас. Те же самые крупнейшие корпорации, там Google, Microsoft, Apple, Yahoo, они же платят налоги по ставке около 5%, потому что используют огромное количество офшорных схем. Вопрос не в этом. Вопрос главный в том, что в Америке по сути страна победивших юристов и очень жесткого регулирования, а с другой стороны, опять же, победивших юристов, которые на лазейке, в этом регулировании, и большого количества денег. Да, и вот эта вот экономика прямых фондов, это экономика, когда водителям бизнеса, тем, кто дает деньги в рост, он такие вот старушки-проценичатся, там есть тоже, легче избежать наказания за какие-то права нарушения, за какое-то несоответствие регулированию. И компаниям проще привлечь деньги частных инвесторов, вот этих фондов прямых инвестиций, пусть даже выше, чем банковские проценты, чем доказывают банку, что у вас бизнес пойдет, и бизнес не загнется, и банк очень часто может отказать, а эти не отказывают. Ну, а в чем проблема тогда? Бизнес развивается, и, наверное, это главное? Проблема в том, что бизнес-то развивается как-то не очень открыто, и регуляторы не понимают, какие риски взяли на себя те или иные инвесторы, те или иные компании. Потому что одно дело – высшие процентные ставки и контролировать публичные компании, у которых раскрывается отчетность. И вот мы помним огромное количество скандалов, когда за мошенничество с отчетностью людей сажали на сто с лишним лет. Вот такие у них сроки. А другое дело – когда у вас очень много экономики в серой зоне, и вы не понимаете, какая будет реакция этой экономики в случае кризиса, в случае, если невозможно будет продолжать их финансирование, в случае, если возникнет ситуация, когда придется закрывать рабочие места, созданная такими компаниями, и куда девать безработных, ну и так далее. То есть иная модель капитализма такая, что ей очень сложно управлять. А когда мы имеем что-то, чем сложно управлять на пороге кризиса, вот тогда возникает ощущение, что те риски, которые оцениваются регуляторами или правительством Соединенных Штатов, как, допустим, средние, могут быть катастрофическими. Ну, то есть они не знают, достоверной информации не имеют о том, что происходит у них в стране, в их экономике. Ну, соответственно, никто не знает, как вся эта система поведет себя в случае, если она выйдет из стабильного состояния, в котором сейчас находится, правильно? Да, потому что волна дефолтов, она может начаться достаточно быстро и прокатиться по всей стране. Вспомним модель кризиса 2007-2008 годов. Там же ставки выросли, в том числе ставки по ипотеке. Они сейчас выше, чем в 2007 году, когда начался ипотечный кризис. Непонятно, как отреагируют банки на такие дефолты, потому что у них есть четкое правило избегания риска, рисковершен, в случае, если начинаются проблемы с невозвратами. Вот что делать тем, кто в тени, вот этим частым инвесторам, которые также являются, в принципе, клиентами тех же банков. Знаете, это же деньги, которые так или иначе все равно есть в американской банковской системе. Просто направляются они не в акции публичной компании, а вкладываются в компании, не публичные. И вот этот вот сектор прямых инвестиций, который сейчас там превышает 12 триллионов долларов, он может, ну, либо схлопнуться, либо там начаться какие-то крайне неблагоприятные изменения, переоценки и что дальше. Вот этого никто не может предсказать. То есть вот то, что очень долго говорили, что рынок сам себя отрегулирует, видимо, не получается тогда. Нужна все равно какая-то плановая экономика, и нужны достоверные данные о ее состоянии. Нет, рынок может себя отрегулировать. Просто тогда не надо отрегулировать все остальное, вот повышая процентные ставки и создавая правила для одних, надо, чтобы и для других были. Либо такие же правила, либо смягчайте правила для всех. И вот здесь, когда такой перекос, когда с одной стороны одна банковская система финансовая жестко зарегулирована и не может ничего сделать лишнего, и это снижает риски, в принципе, другая не зарегулирована, и там можно все, что угодно, вот это уже не рынок. Это уже такая очень странная конструкция, которая может повести себя в случае такой сейсмической опасности, если вдруг начнутся на рынке потрясения, самым непредсказуемым образом. Спасибо. На связи со студией был финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. И добавлю, что Александр Вячеславович вновь выйдет в эфир нашей радиостанции сегодня примерно в 15 часов 33 минуты после выпуска новостей и расскажет о главных событиях, экономических событиях этого дня, а также даст свои комментарии к этим событиям. Руководство Германии пытается решить мигрантский вопрос. В связи с этим у них началась неделя Африки. Канцлер Германии в Нигерии, президент в Танзании, министр МВД в Марокко. Немецкие руководители пытаются договориться о возврате на родину нелегальных мигрантов. Эксперты скептически оценивают шансы на успех таких переговоров. На связи со студией наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. А есть ли какие-то оценки, сколько этих мигрантов, сколько людей хотят отправить на родину в другие страны из Германии? Да, безусловно, такие оценки существуют. Ну, например, можно сказать, что вот Нэнси Фезер, она сейчас, точнее, она вернулась вот только что из Марокко. И в Германии находится, как заявила Нэнси Фезер, 3660 человек из Марокко, их, естественно, больше, но это 3660, это те, которым уже отказали в статусе беженцы, и они обязаны покинуть страну. Но, естественно, они могут это сделать только после того, как Марокко согласится их принять. Именно поэтому Фезер и поехала туда, чтобы попытаться договориться о правилах депортации. Но, кстати говоря, королевство уже категорически заявило, что оно против депортации чартерными рейсами. Отдельные варианты можно рассматривать. И вот на данный момент пока из Германии депортировано, в Марокко всего 63 человека. Примерно такая же ситуация и у Шольца, который находился в Нигерии, сейчас он переезжает в Ганну, и в Нигерии, не будем забывать, что Нигерия самая густонаселенная страна Африки, и Нигерия на первом месте среди африканских стран по числу просителей убежища в Германии. Соответственно, и этот вопрос, конечно же, находится в числе главных во время переговоров Шольца в той же Нигерии. Хотя сам Шольц в первую очередь подчеркивает, что он приехал в Нигерию для того, чтобы договориться о поставках газа. Все-таки Нигерия обладает самыми большими в Африке на данный момент, по крайней мере, запасами газа. И Шольц сказал, что он будет вести переговоры о поставках как газа, так и в будущем водородного топлива, совместных инвестиций в это и так далее. Но немецкие СМИ, прежде всего, конечно, говорят о том, удастся ли договориться о депортации нелегальных мигрантов. При этом хочу обратить внимание, что и Шольц в Нигерии, и Фезер в Марокко, когда была, они предлагают следующий план африканским странам. Они предлагают не просто так или иначе, чтобы они забрали своих нелегальных мигрантов. Нет. Конечно же, такого рода постановка вопроса уже давно, она бессмысленна и безуспешна. Предлагается следующий план, чтобы, во-первых, стимулировать иммиграцию квалифицированных кадров из Африки, облегчить визы для студентов из этих стран, для стажеров, вести совместные проекты, то есть сделать так, чтобы сделать легальную иммиграцию, которая может быть контролирована. И, естественно, не будем забывать, рабочая сила в Германии все-таки очень и очень нужна. И, соответственно, подготовленную рабочую силу в Германии готовы принять. Поэтому они предлагают этим странам вот такой план стимулирования иммиграции квалифицированных кадров. Но одновременно с этим говорит Германия, заберите, пожалуйста, нелегальных мигрантов. Но вот со вторым как раз проблема очень большая, и пока немецкие средства массовой информации достаточно скептически, как правильно вы уже сказали, оценивают шансы на достижение каких-то конкретных договоренностей. Да, что эти визиты имеют не только вот такой прагматический характер по поводу вопросов миграции. Хотя, безусловно, они очень важны, не будем забывать. И Шольц, и та же Фезер — это деятели социал-демократической партии Германии. И эта партия только что потерпела сокрушительное поражение на земельных выборах в Баварии и Гессене. И одной из причин этого была как раз проблема с нелегальной миграцией. И поэтому они и сейчас рванули в Африку для того, чтобы попытаться эти вопросы решить. Но не только для этого. И, безусловно, например, очень многие эксперты, приведу мнение Хайнера Хоффмана, политического эксперта, который публиковал статью вот на этой неделе, который написал о том, что правительство в принципе хочет пересмотреть отношения с африканскими государствами и перестроить их с точки зрения перспективы наступающей, как считают многие в Европе, холодной войны. А именно, африканские государства стали, как пишет Хоффмар, очень важным фактором силы и важным поставщиком ресурсов. Сила имеется в виду, конечно, политические поддержки во время тех или иных инициатив западных стран. И то, что во время голосования в ООН по резолюциям, так или иначе связанным с конфликтом, например, на Украине, многие африканские государства не голосовали в поддержку тех резолюций, которые представляли западные страны, конечно же, это одна из причин, почему Европейский Союз в целом и Германия в частности хотят уделять больше внимания африканским государствам и перестраивать с ними отношения. Плюс к этому, конечно же, Африка становится важным поставщиком ресурсов для европейцев в нынешней ситуации. И именно поэтому сейчас, как провозглашает, ну, например, это было в заявлении канцелярии Шольца, что Германия хочет построить с Африкой диалог на равных. Насколько этот диалог, вот это изменение ситуации, попытка построить новый диалог, насколько она успешна? Приведу мнение фонда Фридриха Наумана, организации научной Германии, которая провела соответствующий опрос среди африканских стран о том, как они относятся вот к европейцам и к Германии в частности, вот готовы ли они с ними перестраивать отношения, готовы ли они менять их и так далее. И вот в этом исследовании, вывод его, следующий, что большинство африканцев считают, что Европа хороша социальными стандартами, поэтому именно туда и можно попробовать мигрировать. А вот Китай, например, строит быстрее и меньше лезет в политику, чего не могут себе позволить, как мы знаем, европейцы. И именно поэтому, кстати говоря, вот приведу еще одно мнение экономиста из той же Нигерии, где был Шольц, это Акон Джей Виала, она была министром финансов Нигерии, а сейчас один из руководителей ВТО. Вот она, то, к которому выводу пришел фонд Фридриха Наумана, она говорит гораздо прямее и конкретнее. Она говорит следующее по поводу сотрудничества экономического, что если мы поговорим с китайцами, мы получим аэропорт, а когда мы разговариваем с немцами, нам читают лекцию. Вот этот имидж Германии, в частности, который есть в Африке, немцы сейчас очень хотят изменить. Именно поэтому, вот если посмотреть на то, как ведет себя Шольц в Нигерии, или вот сейчас в Ганну он переехал, или та же Фезер в Марокко, это очень вежливые улыбки, очень приятные слова, никакой критики, во всяком случае, публично. И, как сказала Фезер, мы хотим установить сотрудничество на уровне глаз, то есть, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза и принимать телейные решения. Но, как мы видим, на данный момент представители Африки готовы смотреть в глаза европейцам, и в частности немцам, но пока не видят того, что им необходимо там увидеть. Поэтому, еще раз повторю, пока оценки скептических и конкретных, например, договоренностей, соглашений о решении вопроса нелегальной миграции не подписаны ни Шольцем, ни Фезер, ни какими-то другими представителями Германии. Александр? Спасибо. Из Германии наш корреспондент Сергей Курохтин.